Всем привет! С вами Денис Семенихин и сегодня мы будем говорить не о тренировках. О тренировках мы говорили уже достаточно и я уверен, что все вы регулярно тренируетесь, задаете множество вопросов об этом и в ваших вопросах нет, нет, да просто какие вопросы о питании, потому что все мы понимаем, что идеальная физическая форма без правильного питания, естественно, невозможна. В свое время, если вы помните, я сделал выпуск, посвященный основным законам питания, основным пропорциям, которые в питании нужно соблюдать и нормам потребления тех или иных элементов. Это вызвало огромное количество ваших вопросов и все это заставило меня понять, что нужно сделать целую серию выпусков, посвященных не только теории питания, но и практике, чтобы вы понимали не только сколько нужно чего есть, но и то, каким образом из живых реальных продуктов этого можно достичь. Например, относительно белка, я вешу 105 килограммов, то есть мне нужно в сутки 210 граммов белка. Если вы весите, к примеру, 70 килограммов, то каким образом можно набрать 140 граммов белка? Так вот, сегодня, ребят, прямо вот здесь, на этом столе, я покажу вам, как выглядят 140 граммов белка, причем высококачественного белка. Я полный дилетант в готовке, но, тем не менее, чтобы иметь низкий процент подкожного жира и большие мышцы, нужно соблюдать некие правила. О том, как их воплощать, сегодня я вам расскажу. Итак, будем готовить сейчас 140 граммов белка. Вот здесь у меня две куриные грудки, кусок стейка, здесь 5 обычных яиц. Хочу измениться, если я буду делать что-то неправильно, технически неверные действия совершать, но это то, как я это делаю. Оу-е! Куриная грудка раз, куриная грудка два и закрываем. Самый высококачественный белок с точки зрения аминокислотного набора и готовности нашего организма его воспринимать, это, естественно, яичный белок. Второй по рейтингу идет белок молочный практически на этом же уровне с точки зрения усваиваемости белка. Курица, птица, мясо, рыба. Что с точки зрения компонентов, что мы получим именно вот из этих трех предметов? Куриные грудки две, приблизительно по 30 граммов белка в каждой, это усредненно. Дальше, если говорить о мясе, вот кусок этого размера, это 240 граммов, на выходе даст нам где-то 50 граммов белка. И теперь предлагаю приготовить яичные белки, тоже все в режиме экспресс. Друзья, я один желток все-таки позволю себе бросить, для того, чтобы, ну, просто для вкуса. Для вкуса пусть будет. И сейчас еще я предлагаю помидорчики вот здесь вот тоже для вкуса чуть-чуть дожарить. Итак, у нас приготовлено две куриные грудки, один стейк, 5 яичных белков с одним желтком. 5 яичных белков с одним желтком это 30 граммов белка, плюс порядка 5 граммов жира. В стейке у нас 50 граммов белка и где-то граммов, наверное, 30. Ну, все зависит от жирности мяса, естественно. То есть я на вскидку предполагаю, что тот стейк, который у меня, он, наверное, где-то 30 граммов жира. Куриные грудки, ну, там вообще немного жира, готовил я все без масла, как вы видели. Соответственно, мы в целом, ребята, получили с вами 140 граммов качественного белка и при этом какие-то 35 граммов жиров. То есть это именно то, что нужно. Осталось только добавить углеводов правильное количество, и все, идеальное питание обеспечено. То есть это то, что нужно 70-килограммовому человеку, который ведет активный образ жизни, тренируется и стремится наращивать мышечную массу. Это все, ребят, что нужно в течение суток. Если вы считаете, что это невозможно съесть за один день, я не знаю, я пока готовил и дышал всеми этими запахами, я прямо сейчас все это съем, мне кажется. За один присест луплю 140 граммов белка. Короче, что я вам советую? Друзья, тренируйтесь, питайтесь правильно и смотрите дальше мои выпуски. Вот как гориллы поедаются, им не нужны приборы. В природе же нет приборов, правильно? Есть кто-хороший.